Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о московском Спартаке, где, по всей видимости, назревает очередной конфликт. Очередное противостояние между Абаскалем и кем-то еще. Ранее это были противостояния между Абаскалем и футболистами, в основном с российским паспортом. Сейчас, судя по последним инсайдам, Абаскалем не согласен с трансферной политикой Амарала, и в частности, против подписания опорного Хавбека. Давайте это дело обсудим и попытаемся понять, кто прав, кто виноват и как относиться к этой ситуации. Но сперва, хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легально, она нас поддерживает. Она делает просмотр футбола интереснее, и, на мой взгляд, это лучшее приложение к спорту. Тем более, что сейчас у них есть отличная акция для вас, для зрителей моего канала. Вы можете получить фрибет в 2024 рубля. Как его получить, нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал. Там вы получите все инструкции, и с их помощью получите тот самый подарок, который можно потратить по своему усмотрению на официальном сайте этой компании, на их приложении. Там множество событий по разным видам спорта. Короче, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена. Итак, вообще здесь история развивается достаточно интересно, потому что, напомню, когда Амарала назначали спортивным директором Спартака, сразу появились инсайды, что он, ну скажем так, дал шанс Абаскалю. Потому что Рибалте, который воспринимался основным кандидатом на пост нового спортивного директора Краснобелых, он вроде как забраковал Абаскаля, своего соотечественника, между прочим, и говорил о том, что если я приду в клуб, Абаскалю нужно убрать. Ну да, что-то это мне напоминает историю с Джикией Абаскалем и заявлениями агента Джикией. Но не суть важна. Рибалте тогда отказали, вместо испанца пришел португалец Амарал, он сказал, что разберемся в ситуации, а потом уже будем определять, будущее Абаскалю нужен он нам или нет. То есть здесь в каком-то смысле Амарал был тем самым человеком, который позволил испанцу сохранить свой пост. Ну и после этого не прошло и пары месяцев, как сразу возникает какой-то скандал или какая-то конфронтация между ними, назовем это так, что, дескать, у Амарала одни цели, у Абаскаля другие. В общем, если говорить по факту, то, возможно, здесь нет ничего особо острого. Потому что, скажем так, несогласие тренера со спортивным директором это на самом деле обычная ситуация. Очень часто наставник и руководитель трансферного отдела по-разному видят будущее коллектива, планы и все остальное. Потому что условная задача тренера сформировать свой футбол, свою команду, добиться успеха и так далее. Что же касается спортивного директора, он должен смотреть на более длительную перспективу. И он должен понимать, что, допустим, опорный хавбек не нужен Абаскалю. Но Абаскаля ведь могут и убрать вполне себе. Может быть, он провалится уже в первых матчах после зимнего перерыва. И тогда будет отставка, будет новый тренер, а он спросит, а почему у вас нету опорника. То есть спортивный директор должен глобальнее смотреть на трансферную политику клуба и ориентироваться в том числе на те варианты, при которых нынешний тренер будет уволен. Ну а нынешнему тренеру, ну такие варианты пофиг. Потому что если его уволили, ну тогда это не мои проблемы, как вы дальше будете играть. Поэтому здесь подобные противостояния вполне себе типичны. Тем более, что тут еще и есть фактор изменения функций Абаскаля. Ранее он был, ну таким, можно сказать, менеджером, то есть который был и тренером, и немножко руководил трансферной политикой клуба в стиле, например, некоторых английских менеджеров, которые и команду тренируют, и при этом еще и определяют новых игроков, как Алекс Фергюсон, там Арсен Венгер и так далее. Вот здесь, судя по всему, после появления Амарала функции Абаскаля были существенно сокращены. И, возможно, сейчас на фоне того, что Абаскаля отняли рычаги управления трансферной политикой, и Амарал начал проводить свою линию партии, и началась какая-то конфронтация. Ну и здесь, судя по всему, очередным пунктом несогласия стало подписание опорного хавбека. Ну и, кстати, это сообщение, оно частично подтверждает недавний инсайт про то, что Спартак после подписания Угальде будет продолжать трансферную политику, и подпишет еще и полузащитника. Тогда, помните, мы как раз в моем ролике обсуждали, что это будет за полузащитник, либо это будет более атакующий игрок, либо это будет опорник, наоборот. И в зависимости от этого будет строиться команда. Что, дескать, если опорник, значит, Литвинов и Пруцев поднимаются повыше, если атакующий хавбек под нападение, то, значит, те самые Литвинов и Пруцев будут действовать поглубже. Так что здесь, ну, вот ситуация примерно такая, и, по всей видимости, Амарал продвигает свою тему, что нужен пятый номер. Абаскаль же, напротив, считает, что нет. Ну и если говорить о системе ценностей испанца, то, в принципе, наверное, для него действительно тот самый чистый стоппер сейчас не особо нужен, потому что Пруцев и Литвинов, ну, это та связка, которую ждали очень многие от Абаскаля. И это связка, которая долгое время не получала своего шанса, но во второй половине первого круга вот этого сезона Абаскаль все-таки пришел к выводу, что это хорошее сочетание, и оно, в принципе, выглядело действительно интересно, скажем так. Не без огрехов, но интересно. И для абаскалевского футбола, который все-таки стремится к комбинационному взаимодействию, наличие такого дубль пивота, как говорят в Испании, связки двух хавбеков, это оптимальный вариант. Оба способны поддерживать атаку, оба способны играть в пас, и все в этом духе. Но если здесь появится еще и опорник, то автоматически, да, добавится плотности, но тогда придется жертвовать кем-то из атакующих хавбеков и атакующих футболистов. Подтягивать Литвинова, Пруцева выше, а значит, либо там, не знаю, Игнатова на скамейку, либо еще кого-то. В общем, для абаскаля действительно это будет сложный вопрос, как строить команду в новом варианте. И по всей видимости, абаскаль, в общем-то, и не особо ценит классических пятых номеров, потому что для него тот же самый Умяров при всех его минусах был куда более интересным вариантом, учитывая то, что он способен, ну, в лучших своих матчах, хорошими дальними-средними передачами поддержать атаку. То есть абаскаль видит позицию пятого номера именно как углубленного плеймейкера. То есть он скорее сюда сдвинет креативного хавбека, чем поставит классического волнореза, которого хочет привести аморал, по всей видимости, в эту позицию. Так что здесь, ну, мы видим, опять же, противоборство между спортивным директором, который смотрит на будущее игроков себе, смотрит разные варианты, в том числе и на случай увольнения абаскаля, и поэтому будет ориентироваться на более масштабные задачи клуба. Что же касается абаскаля, он, конечно, будет гнуть линию своей тактики и будет говорить о том, что мне нужны вот такие вот конкретные игроки под мою систему координат. В общем, это, опять же, извечное противостояние. Оно, кстати, очень неплохо было описано в замечательном фильме «Маннибол» с участием Брэда Питта и Хоффмана, где они в качестве менеджера и тренера друг с другом как раз и спорили. Касательно того, как формировать состав бейсбольной команды. Я не буду ходить вокруг да около, состав на игру определяю я. И точка. Но сегодня ты не сможешь выпустить пению. Теперь он играет за Детройт. Так что здесь ничего нового, по сути, не происходит, но от того, какие футболисты будут подписаны в ближайшее время, мы поймем, действительно ли абаскаля отстранили полностью от трансферной работы, действительно ли Амарал получил полный карт-бланш на все подписания. И в этих условиях будет любопытно посмотреть на то, что это будет за игрок. Потому что сейчас много сообщений про Эзекиле Фернандеса, футболиста Олимпийской сборной Аргентины, как раз-таки чистого опорника, маскирану подобного, назовем его так, который может прийти в красно-белый коллектив, и подобный футболист достаточно интересен с точки зрения менеджмента и работы Амарала, потому что если он такую звезду молодую придет в Спартак, это несомненный успех, и это очень круто. К тому же звезду молодую, 21 год, с перспективами для развития, в общем, здесь, если Амарал подпишет этого футболиста, значит, он продолжит вот как раз вот этот вектор движения, по аналогии с Бенфикой, которая как раз-таки и подписывает молодых суперталантов и их развивает. У Гальде, в принципе, под эту логику ложится неплохо. Если будет еще и Фернандес, то, в принципе, Спартак будет вот так вот потихонечку идти по дороге Бенфики, бывшего коллектива, бывшего клуба Амарала, нынешнего спортивного директора. Но здесь возникнет вопрос, а будет ли Абаскаль использовать этого игрока, учитывая то, что он немножко по-другому формирует свою команду и свою систему координат. И в итоге мы можем получить очень стрёмную историю, что Спартак уже как бы потратил тренажку на У Гальде. Если будет подписан игрок уровня Фернандеса, того самого аргентинца, я не знаю, в сумме, наверное, Спартак на У Гальде и того же самого Фернандеса потратит тридцатку с лишним. И не исключен вариант, что оба окажутся на скамейке запасных, потому что Абаскалю не особо нужен опорник, а во-вторых, ну, потому что У Гальде может запросто проиграть конкуренцию, например, Соболеву или кому-то еще. И тогда уже не к Абаскалю будут вопросы, по большей части, а к Амаралу. В общем, запутанная история сейчас в Спартаке. Посмотрим, как в итоге закончится это зимнее трансферное окно для них.